Добрый день! В эфире программа «Бизнес-среда» сегодня в выпуске. Визит китайской делегации. Республика вновь принимает у себя гостей. Президентская программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства. Возможность повышения квалификации за рубежом для состоявшихся руководителей. Репортаж с комиссией по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Чувашии. В Чувашию с официальным визитом снова прибыла делегация из Китайской Народной Республики. На этот раз познакомиться с Чувашией и развить дружеские отношения намерена провинция Аньхой. Провинция Аньхой находится в юго-восточной части Китая. Ее территория расположена близ дельты рек Янзы и Хуайхэ. Провинция осуществляет политику, ориентированную на развитие экспорта. Торговлю ведется более чем со 170 странами. Большое внимание уделяется освоению новых рынков, включая государство СНГ. Основные экспортные товары – это сельхозхозяйственная и электромеханическая продукция, минеральное сырье, текстиль, стройматериалы, продукция народных промыслов. Импортируют в основном промышленное оборудование, особенно для легкой промышленности. Контрольно-измерительные приборы, сталь, резину, удобрения, химикаты промышленного применения. Очень рады, что я имею честь с вами познакомиться. Мы специально приехали посетить сначала вашу республику. Для нас это большая задача. Наша провинция находится в последнем течении реки Янзы. Временно исполняющий обязанности министра экономики Чувашии Владимир Аврелькин познакомил делегацию с промышленным комплексом Чувашии, акцентировав внимание на автомобилестроении и развитии производства автокомпонентов на территории республики. Представители китайской делегации с интересом отреагировали на озвученное предложение. Ведь на территории провинции Аньхой находятся главные офисы и основные производственные мощности китайских автогигантов «Черри» и «Джек», представители которых тоже присутствовали на встрече. Мы не зря показали наши компетенции сегодня. То есть, еще раз, у нас есть опыт по производству, у нас есть кадры, есть наука, есть подготовка инженерного состава и рабочего состава. Сегодня имеются предприятия, которые готовы, если у нас образуется какое-то взаимоотношение, готовы разместить на своих, в случаях определенную линейку этих компонентов, как первый вариант, да, ну или мы готовы предоставить необходимый чистый земельный участок для того, чтобы мы там могли построить необходимый себе цеха, здание. По итогам встречи участники обменялись деловыми контактами для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Создать предпосылки для перехода к новым формам и принципам управления. Осуществить позитивные изменения в структурах управления, производства и корпоративной культуре. Все это призвано воплотить в жизнь программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации. Масштабная и во многом уникальная программа реализуется в Российской Федерации с 1997 года. Основой программы является государственный план подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации. Суть программы состоит в обучении руководителя среднего звена в течение года в одном из выбранных вузов на территории России и последующей стажировке за границей. Программа реализуется в рамках указов президента Российской Федерации, и поэтому ее общераспространенное название – это президентская программа. За время реализации этой программы обучение у нас прошли более 900 руководителей предприятий. Финансирование программы у нас осуществляется как за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, так и за счет средств предприятий, которые направляют своих специалистов для участия в этой программе. Выбор образовательного учреждения зависит от самого обучающегося. Список этих учреждений достаточно широк, разнообразен. И это не только высшую учебную заведение, которое у нас в республике расположено, например, Чувашский государственный университет, но и ведущие образовательные учреждения Российской Федерации. Это Российская академия народного хозяйства и государственная служба, финансовый университет. Также вузы Казани, Санкт-Петербург. В общем, ведущие образовательные учреждения страны. Нужно отметить также, что обучение проходит два этапа. Это непосредственно само обучение. Оно по желанию тоже специалиста может быть как и с отрывом от производства. То есть он может поехать в вуз какой-нибудь за пределами республики, как я уже говорила. Так и без отрыва от производства. То есть вечернее обучение. И после завершения обучения специалисту предоставляется право пройти зарубежную стажировку. Рамки программы не ограничиваются обучением в УЗИ и стажировкой. Важным является организация постоянных контактов и взаимодействия выпускников программы в рамках созданной в Чувашской республике общественной организации Ассоциации участников федеральной программы управленческих кадров для отраслей народного хозяйства Российской Федерации. С 2003 года я являюсь членом Ассоциации выпускников президентской программы. Сейчас уже больше 10 лет. И с этого года я являюсь председателем Ассоциации, председателем Координационного совета. Подается заявка, собирается комплект документов, отправляется в Министерство экономики, так как Министерство экономики является курирующим органом программы. Затем необходимо пройти отбор. Если отбор проходит, то человек поступает на программу. Отбор – это тестирование по иностранному языку и профинтервью. Среднестатистический выпускник – это в основном собственники предприятия, это топ-менеджеры и среднее звено крупных компаний. Начальники отделов, начальники департаментов. Человек с высшим образованием, который имеет опыт уже где-то порядка 5-7 лет, некоторые гораздо больше. Он имеет активную жизненную позицию, что немаловажно. И стремится к развитию как личностному, так и развитию жизни вокруг себя, города, республики, страны. Поэтому и ассоциация наша называется «Развитие». Инициатива президента России подготовить за границей тысячи молодых менеджеров, которые смогли бы активно участвовать в перестройке российской экономики и ее эффективной интеграции в мировую экономическую систему, нашла отклик у государств большой восьмерки. Многие промышленно развитые страны откликнулись на просьбу правительства Российской Федерации содействовать в подготовке современных управленческих кадров и заключили соответствующие соглашения о зарубежных стажировках российских специалистов. Еще вот со времен Петра Первого, да, повелось так, что он отправлял людей, чтобы они увидели, чтобы они изучили, сравнили. Очень важно сравнение того, что там, что здесь, и как видеть вот этот вот путь изменений. Потому что он же мог пригласить там этих, да, там, немцев, приглашал, но это все равно как бы большой пользы-то и не дало. Поэтому потом просто отправлял молодых, энергичных, амбициозных, чтобы они там научились, приехали обратно. Ну, примерно как бы по тому же принципу это и создано. Более 240 человек за все время существования программы посетили страны зарубежные для изучения, так сказать, опыта ведущих предприятий Европы и мира. Наиболее популярные и наиболее активно сотрудничающие с нами страны – это Германия, 95 специалистов у нас, зарубежную стажировку прошли именно в этой стране. Также наиболее такие вот активные – это Япония, Швейцария, Дания, Финляндия, Италия, Канада. Стоит отметить, что в Чувальской республике у субъектов малого и среднего предпринимательства есть возможность получить возмещение двух третий затрат, связанных с обучением специалистов по программе подготовки управленческих кадров. Самые востребованные специальности для переподготовки – это менеджмент. 522 специалиста у нас прошли обучение по этому направлению. Также самые популярные – это маркетинг и финансы и кредит. Мы проводим достаточно часто очень много мероприятий. Это и деловые мероприятия, это и мероприятия, направленные на развитие членов сообщества, обучающие мероприятия и мероприятия, которые связаны с отдыхом, заслугом. Просто вот приятно провести время в хорошей компании. Это тоже один из вариантов обобщения. Поэтому вот также проводим благотворительные мероприятия. Буквально 1 октября мы организовали посадку деревьев, посвященные Дню пожилых людей. И эту аллею мы назвали «Аллеей благодарности» поколению, которое создало основу нашего развития. Кроме того, мы участвуем и выпускники президентской программы в экспертной группе, агент стратегических инициатив. У нас очень часто проводятся общероссийские мероприятия, общероссийского масштаба, потому что ассоциации выпускников президентской программы есть практически во всех регионах России. Есть общероссийское объединение выпускников президентской программы, которое называется РУС, российское управленческое сообщество. И это тоже площадка для обмена опытом, для кооперации, для каких-то новых бизнес-контактов. Все это очень интересно. В 2013 году общий объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составит свыше 200 миллионов рублей. С начала этого года финансовую поддержку в виде субсидий и грантов получили уже более сотни предпринимателей. Репортаж с очередной комиссией по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, проходящей в Министерстве экономики Чувашии. В республике принята и реализуется программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2010-2020 годы. Она предусматривает мероприятия государственной поддержки на всех этапах становления, развития и модернизации бизнеса. Мероприятия господдержки, утвержденные в программе, включают в себя такие направления, как консультационная, организационная, правовая, имущественная и финансовая. Решение о представлении финансовых средств предприниматель принимает комиссия по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Чувашии. Зал ЦСП «Типография Брыниных» по другому центру современной полиграфии «Типография Брыниных» уже существует на рынке 20 лет и является одним из ведущих предприятий полного цикла на территории всего Приволжского округа. Для создания качественного продукта мы используем первое – это, конечно, профессиональное оборудование, второе – качественные материалы, бумагу, краски, труд профессиональных сотрудников и, конечно, эмоциональные технологии. И впервые в Чувашии «Типография Брыниных» освоила новый вид печати – это флексография. Флексография – это изготовление этикеточной продукции в руоне. Не на бумаге, а именно в руоне, на пленке, на фольге. Самоклеящие этикетки могут быть простые этикетки просто на пленке. Что ее характеристики, что она означает? Что, во-первых, пленка, пленка, доходя до магазина, до потребителя, что с ней не делай, морось, кидай, три, изображение остановится нетронутым. И до потребителя доходит именно качественный, качественно оформленный натуральный продукт. Финансовая господдержка оказывается как начинающим субъектам малого предпринимательства, так и организациям, осуществляющим деятельность более одного года и реализующим инновационные проекты, осуществляющим модернизацию оборудования, производящим и поставляющим продукцию на экспорт. Мы занимаемся производством резинотехнических изделий из суперсовременных материалов, из силиконовых, то есть силиконовых резин, которые получаем от лучших мировых производителей, из Японии, из Германии. Мы являемся прямым пастачком на конвейер КАМАЗа, на конвейер ГАЗа, на конвейер Ярославского моторного завода. Естественно, что эти заводы имеют очень большой парк оборудованных машин по всей России, и у них очень много есть спеццентров, всевозможных магазинов, и вот мы также работаем на этот вторичный рынок, который использует наши запасные части для ремонта этого оборудования. ЗАО «Строймаш» – одна из первых организаций в России освоила производство изделий из торсиликоновых резин. Сдали из торсиликоновых, в отличие от изделий, изготавливаемых из традиционных резин, обладают высокой гибкостью, долговечностью и механической прочностью, предельно устойчивы. Весной 2012 года предприятие посещал глава республики Михаил Васильевич Игнатьев. В частности, он отметил, что завод успешно функционирует, продукция предприятия востребована, а качество высокое. С того времени организация успела закупить новое производственное оборудование и существенно расширить перечень выпускаемой продукции. Тот грант, который мы получили несколько лет назад, мы его потратили на то, что купили суперсовременное оборудование и внедрили литевую технологию. Эта технология, она в 4-5 раз более производительна, чем была на тот период времени, когда мы использовали другое оборудование. Сейчас у нас по этой технологии работает 4 пресса, 4 единицы оборудования, и производство возможностей у нас значительно взросли. Если по сравнению с 2010 годом, то у нас объем производства где-то вырос около 2 раз. На официальном сайте Миноканалов развития Чуваши еженедельно публикуется список наиболее низких цен на продовольственные товары в некоторых магазинах столицы. Сейчас мы напомним, как вы сможете их найти. Вам потребуется открыть электронный портал правительства Чувашской Республики кап.ру. Далее во вкладке «Министерство и ведомства» выбрать «Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики». Информацию о наиболее низких ценах на продовольственные товары, а также иную информацию вы сможете узнавать из новостной ленты на сайте Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. Напомним, информация о наиболее низких ценах на продовольственные товары в магазинах столицы, размещается еженедельно. А на этом мы с вами прощаемся. До новой бизнес-среды. Всего вам доброго и удачи в делах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА